Логика запретителей. 14 декабря 2018 года, 19 часов 45 минут. Екатерина Винокурова журналист, правозащитник, член СПЧ при президенте Уполномоченной по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что президент Владимир Путин поручил выяснить причины отмены в регионах концертов популярных рэперов. Этот вопрос действительно обсуждался на встрече Путина с Советом по правам человека. Отмена концертов рэперов началась этой осенью буквально ни с чего и уже прокатилась по многим городам и многим музыкантам. Рэпер Хаски и вовсе, попытавшись выступить прямо на улице, на крыше чужой машины, был задержан и сперва приговорен к административному аресту, однако потом освобожден от него. Существует несколько версий, объясняющих происходящее, жалобы родительских организаций на музыку, разлагающую детей описаниями наркотиков, некие черные списки исполнителей от силовиков, наконец излишнее рвение региональных администраций в борьбе за нравственность. Что бы это ни было, инициаторы кампаний против рэперов уже нанесли больше вреда не музыкантам, а самим себе. Во-первых, давайте сразу поговорим про наркотики и нравственность. Не хочется никого огорчать, но даже у группы. Просто прочтите аббревиатуру. Во-вторых, у Фредди Меркьюри был Спид, Джим Моррисон был алкоголиком и наркоманом, что творили. Страшно читать даже спустя десятилетия, а Кит Ричардс и вовсе в представлении не нуждается. В нашей юности Сплин пел «Достань гранату» и будет праздник, а Муми Тролль рассказывал нам про полупьяных женщин в далеком Владивостоке. Наши школьные тетрадки были исписаны изречением Курта Кобейна. Да что там рокеры и неформалы. Лепс поет про рюмку водки на столе, Аллегрова — про объятия юных кавалеров без заключения брака, Надежда Кадышева поет про Адюльтер, у Булановой лирической героини Курит, но у Высоцкого приключения героев весьма часто происходит не на трезвую голову. При этом любительницы творчества Аллегрова из Санкт-Петербурга не штурмуют по пятницам сапсаны, чтобы зажечь на выходных с московскими военными. Фанаты. Let's settle them. Негромет гостиницы. Любители. The Beatles. Не поглощают Элисдэ. Я сама, как любитель группы Сплин, ни разу не бросала гранату вообще никуда. Более того, если действовать в логике запретителей и обеспокоенной падением нравственности общественности, получится, что подросткам нельзя вообще давать читать книги сложнее Курочки-Рябы, ну а для верности до 21-го года еще и не давать смотреть никаких фильмов, кроме Морозко. Впрочем, Морозко тоже нельзя давать смотреть, вдруг дети насмотрятся и побегут в темный зимний лес искать чудо. Выставки им тоже посещать нельзя. Посмотрят на гравюры эпохи Эда, так побегут Харакири делать. Посмотрят на Ивана Грозного, убивающего своего сына, а уж увидев обнаженные греческие статуи, дети точно будут бегать голыми, тем более Монеточка поет, что в 90-е так и ходили. Вообще темная и агрессивная музыка, как и темное агрессивное искусство, позволяют как раз сбросить стресс и напряжение, просто подпевая резким и злым словам. Более того, даже неловко говорить со взрослыми людьми про понятие лирического героя, который может быть совсем не тождественен ни автору, ни слушателю. Теперь о последствиях. Нынешние подростки, или уже молодые избиратели, или вот-вот получат это право. Отмена концертов с формулировками про нравственность убеждает их в одном, власть не просто враждебна, но еще и глупа. Более того, истерика про безнравственных исполнителей, которых надо запретить, особенно когда ее ханжески поддерживают депутаты или представители исполнительной власти, заведомо лицемерно. Дети и подростки чувствуют нынешнюю социальную несправедливость и тотальные лицемерие даже острее взрослых. И когда очередной представитель власти сперва говорит про нравственность, а потом садится в блестящий черный танк и уезжает в очередной дворец, становится очевидно, что единственная ценность, которую он исповедует на самом деле, это деньги, однако по какой-то причине он пытается заставить тех, кто слабее, жить по правилам, которых сам не придерживается. Наконец, вспоминая собственную юность, могу сказать, что наибольшим доверием у подростков пользовались не те взрослые, которые считали, что если ты одет в черное, значит ты потенциальный наркоман. Дети таких родителей обычно просто тайно покупали себе второй комплект одежды и, выйдя из дома в приличном виде, переодевались в подъезде и вели двойную жизнь. Наибольшим уважением пользовались у собственных детей те родители, которые говорили, не понимаю я твою музыку, но проходил мимо киоска, купил тебе новый альбом, и отпускали чадо на концерт с условием возвращения домой к оговоренному времени и без приключений. Именно подростки из таких семей всегда возвращались домой, потому что туда, где тебя любят и понимают, хочется вернуться. Нынешние же запреты концертов рэперов, это поведение родителей первого типа. Подростки все равно переоденутся в подъезде. Только вот об их настоящей жизни такие родители как раз обычно узнают, когда становится совсем поздно. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.